Добрый день всем нашим слухачам! У эфира начинается информационно-аналитичная программа «Столичный гость». Сегодня с вами я, Алла Иванова. С первого костричника по пятый снежный у нашей республики проходит доброченная кампания «Ваша допомога», которую проводят белорусские червоные крыши. Традиционная кампания накирована на оказание допомоги пожилым людям и людям с инвалидностью, подопечным медико-социальной службы белорусского червоного крыша «Допомога». Так само вздымаются пытания значности активного удела людей во взросле старейших за 60 годов у супольностях. У гэтый час по всей краине запланованы шматлики акции и мероприемствы, накированные на повышение якости життя пожилых людей и людей с инвалидностью. А птым, як проходить доброченная кампания «Ваша допомога» прое галовные меты и задачи, кольки у ёй заденечена волонтеров и представников медико-социальной службы белорусского червоного крыша «Допомога», поговорим с гостем нашей студии. А гэта начальник отдела медико-социальной работы белорусского червоного крыша Святлана Анацка. Расскажите, Калиласка, стартовала акция «Такий проект великий. Ваша допомога» называется. Йон перши, не перши. Что в рамках ЯГУ проводится? Компания «Ваша допомога» уже проходит у нас девятый год. Изначально она называлась «Забота», но последние несколько лет сменила свое название. Компания «Ваша допомога» стартовала 1 октября, в День пожилого человека. Этим мы символично хотели показать, на кого направлена наша компания. И продлится эта компания до 5 декабря. Тоже поясню немножко, почему такие даты. Основная цель компании – это привлечь внимание к людям старшего возраста и в том числе оказать необходимые услуги людям пожилым, людям с инвалидностью. Но не только сконцентрироваться на том, что пожилые люди – это люди, нуждающиеся в помощи и поддержке, но также мы хотим подчеркнуть, что люди старшего возраста – это люди с активной позицией в обществе. Это люди, которые приносят всем нам свой опыт. У них еще много сил и умений, и знаний, которыми они могут поделиться со всеми нами, и делают это. Поэтому как раз мы захватываем компании 3 декабря – это Международный день людей с инвалидностью, и завершаем ее 5 декабря во Всемирный день волонтеров. Потому что множество волонтеров Белорусского Красного Креста – это как раз-таки люди 60+. Они очень активно участвуют в оказании помощи тем людям, которые тоже пожилые, но оказались в более трудной жизненной ситуации, одинокие, одинокопроживающие, люди с инвалидностью, с заболеваниями, те, кто прикован в постели, либо по состоянию здоровья не может выйти из дома, передвигается только в пределах своего жилого помещения. И вот, как я уже сказала, три направления компании мы выделяем. Одно – это привлечь внимание к активным пожилым людям и сказать им спасибо за их работу и вообще за то, что они нам всем помогают, за то, что они поддерживают и дают, так скажем, направление для более молодых в жизни. Но и в том числе оказать помощь тем пожилым людям, которые по состоянию здоровья, по другим каким-то причинам, сами нуждаются в помощи и поддержке. Ну и мы собираем в рамках этой компании средства на оказание помощи пожилым людям, людям с инвалидностью и на деятельность нашей медико-социальной службы Красного Креста Допомога. Но хотелось сказать, что ранее наша компания называлась «Забота», но мы изменили название, чтобы как раз названием подчеркнуть, что в том числе собранные средства в рамках компании пойдут на деятельность медико-социальной службы Допомога. Ну и такой подчеркнуть, что это наша местная компания, поэтому мы выбрали белорусский язык для названия. Гэта акция, она охопливая уся Беларусь? Да, проходит компания по всей Беларуси и включает множество различных мероприятий. Это информационные мероприятия, ну я уже говорила о какой направленности, плюс это мероприятия фандрейзинговые по привлечению ресурсов, по сбору денежных средств для закупок расходных материалов, медико-социальной службы Красного Креста Допомога на выплату заработной платы медсестрам и младшим сестрам милосердия, которые осуществляют уход за одинокими, одиноко проживающими пожилыми людьми, людьми с инвалидностью. Также эти средства придут на приобретение необходимых средств первой необходимости, продуктов питания для пожилых людей, оказавшихся в тяжелом материальном положении. И плюс мы осуществляем сборы, так скажем, пожертвований в натуральном виде. Такая проходит распространенно достаточно очень уже много-много лет существующая акция «Пять картофелин», когда мы собираем продукты питания от предприятий, и в том числе вот сейчас люди собрали урожай на огородах, чтобы передать эти продукты питания для тех пожилых людей, которые сами уже не могут вести какие-то такие огородные работы, но нуждаются в связи с тяжелым материальным положением, со здоровьем, нуждаются вот в такой поддержке в виде продуктов питания. Ну и еще мероприятие – это, собственно, непосредственно оказание помощи работниками и волонтерами Белорусского Красного Креста. Медико-социальная служба Красного Креста «Допомога» работает регулярно, но в этот период мы просто привлекаем больше внимания к ее деятельности. Медицинские сестры, младшие сестры, милосердия и волонтеры продолжат свою деятельность по оказанию медико-социальной помощи на дому за пожилыми людьми, людьми с инвалидностью, и оказанию палеотивной помощи людям, живущим с ВИЧ. Волонтеры более широко присоединятся в рамках кампании к этой деятельности. Сейчас как раз закончилось лето, мы привлекаем волонтеров в сельской местности для наведения порядков при усадебном, так скажем, хозяйстве у пожилых людей, одиноких, для того, чтобы провести какую-то генеральную уборку перед приходом зимы. Теперь-таки уже и окна надо будет заклеивать. Вот такую деятельность нам помогают делать волонтеры. Плюс волонтеры посещают стационарные учреждения сферы социального обслуживания, это дома-интернаты, это отделение круглосуточного пребывания территориальных центров социального обслуживания населения, плюс больницы сестринского ухода, учреждения здравоохранения, отделение сестринского ухода, где они приходят к пожилым людям для того, чтобы скрасить их пребывание вот в этих учреждениях, провести концерты, подарить небольшие подарки, ну, то есть немножечко подкрасить жизнь людей, которые нуждаются в этой помощи, да. Заразумела. Скажите-ка, ласка, кольки сегодня сопротивника медицинского персонала? В службе работает у нас медицинский персонал, это медицинские сестры, профессиональные медицинские работники, ну, конечно, с определенными душевными качествами и опытом. Потому что не каждый человек задержится в этой сфере. Всего в медико-социальной службе Красного Креста Допомога работают 121 медсестра и один медицинский брат. И работают также 59 младших сестер Милосердия. Это люди без медицинского образования, они оказывают социальные услуги. И, конечно же, волонтеры. Около тысячи волонтеров принимают участие в деятельности медико-социальной службы Красного Креста Допомога. И помимо даже службы, там, где в некоторых районах службы нет, они оказывают помощь пожилым людям, психо-социальную поддержку, социальные услуги. Знаете, ведь для многих пожилых людей именно важно общение. Люди, уйдя с работы, оказавшись на пенсии, с возрастом теряют своих родных, близких, друзей. И им нужно, важно с кем-то поговорить на эту тему, обсудить свое прошлое, свое будущее. И вот в этом большую поддержку нам оказывают волонтеры. Потому что, конечно, у сотрудников на это мало времени. Медицинской сестре надо от одного подопечного скорее идти к другому, чтобы показать ему медицинские услуги, выполнить назначение врача из поликлиники, сделать перевязку пролежней, профилактику пролежней, трофические язвы обработать. И, конечно, на просто посидеть и поговорить не хватает времени. И вот здесь волонтеры наши подключаются очень активно. Читают книги вместе с нашими подопечными, играют в настольные игры. Ну, знаете, даже просто посмотреть альбом с фотографиями, это очень важно бывает. Сгодно с вами Цалка. Скажите, коли ласка, коли человек выявляет ожидание стать волонтером, не потребно проходить подрыхтовку специальную? Обязательно. Ну, прежде всего, если вы хотите стать волонтером Белорусского Красного Креста, достаточно зайти на сайт Белорусского Красного Креста. Хочу стать волонтером, кнопку нажать и оформить заявку. С вами свяжется сотрудник из того региона, где вы проживаете, для того, чтобы обсудить, в каком направлении деятельности Красного Креста вы хотите участвовать. Ну и, так скажем, немножко вас проинтервьюировать, подходите ли вы для этой работы. В дальнейшем обязательно все волонтеры проходят вкладный курс волонтера, потому что в своей деятельности Красный Крест придерживается семи принципов. Принципы беспристрастности. То есть мы помощь оказываем всем людям, которые нуждаются в этой помощи, невзирая на расу, религию, материальное положение. Человек должен быть готов к этому, что он не выбирает, кому оказывать помощь. И понимать о том, собственно, что из себя представляет наша организация и как мы действуем. Волонтеры же, которые именно хотят себя применить в сфере ухода, тоже есть тут разные направления. Можно стать, так сказать, разовым волонтером, да, то есть когда тебя будут привлекать на какие-то определенные задачи. Можно стать постоянным волонтером, и тогда волонтеры проходят обязательно обучение, уходу на дому. У нас есть специально утвержденные программы по уходу на дому. Они причем разные программы для волонтеров, для младших стер милосердия, для родственников, осуществляющих уход за больными. И в этой программе они получают необходимые знания. Например, молодежи важно знать особенности психологии, как общаться с человеком более зрелого возраста. Ну, как такой аспект хочу для всех обозначить. Знаете, есть такая фраза расхоженная, не очень красивая. Говорят, старый как малый. Вот мы пытаемся людям дать понять, что нет, это не так. Что человек в возрасте, это человек с опытом. Возможно, есть какие-то ограничения в передвижении, в способности общаться. Слух уже не такой, у кого-то речь нарушена. Но человека надо воспринимать как цельную личность. И у него есть большой багаж, большой опыт. И он еще с вами может поделиться и вас научить, а не вы ему. Ну, и плюс мы учим волонтеров тому, что им необходимо делать. Иногда кажется, это так просто, там, помыть пол, да, помыть окно. Но мы обязательно касаемся и вопросов безопасности при осуществлении этой деятельности. И при том, что надо постоянно, когда осуществляешь какую-то помощь человеку, контактировать с ним, коммуницировать, объяснять, что ты делаешь, зачем, почему. Обязательно с ним согласовывать свои действия. Иногда это для волонтеров становится каким-то новшеством, что так надо действовать. Ну, медицинские услуги волонтеры у нас не делают, потому что это, конечно, прерогатива профессиональных медицинских работников. А когда волонтер, так скажем, у нас уже приживается, да, то мы пытаемся вовлекать и в другие виды деятельности. Тоже есть много направлений по обучению. Это и обучение первой помощи, что я считаю необходимо любому человеку. Это и обучение оказанию психосоциальной поддержки. И такое направление, как кинестетикс, отдельный разговор затевать, чтобы объяснять, что это. Ну, вот таким образом проходит вливание волонтера в деятельность. Столько накерунков, широкий такой спектр деятельности. А скажите, калилас, как тьёсненькая личба, вы скольких человек знаходятся на улику, махчаматакусь, сиротых, кто мае потребы у допомозит червоных крышей? В настоящее время на обслуживание состоит у нас 900 человек. Ну, в целом за год где-то порядка 1000-1300 человек мы обслуживаем, потому что некоторые подопечные от нас уходят. И, к сожалению, основной причиной снятия с обслуживания – это является уход человека из жизни, потому что мы обслуживаем несколько лет человека, если берём на своё сопровождение. И вот за счёт этой ротации получается такая средняя цифра. Может быть, цифра 900 человек – это не такая большая, кажется, по республике. В среднем одна медсестра, ну, то есть разная нагрузка у медсестры, у младшей сестры – милосердие. Одна медсестра на ставку обслуживает четырёх подопечных усреднённо, а младшая сестра – милосердие на ставку обслуживает шесть подопечных, ну, потому что там социальные услуги, а тут медицинские услуги у медсестры – индивидуальный уход. Но если мы задумаемся о том, кто эти люди, получающие эту помощь, то мы поймём, почему такая нагрузка складывается, потому что это люди, как я уже говорила, нуждающиеся в медицинской помощи. Некоторые из них прикованные к постели, некоторые могут передвигаться в пределах квартиры. И вот так строится рабочий день медицинской сестры. Она идёт к одному подопечную оказывать необходимую помощь, потом к другому. И вот так, получается, четырёх человек в день она в среднем посещает, ну, каждый день осуществляет эти посещения к своим подопечным. Поэтому, когда мы говорим цифрами, эти цифры не отражают ту помощь, которая оказывается, потому что для каждого нашего подопечного те люди, которые к ним приходят, ну, это то, в чём он нуждается. А для некоторых это бывает иногда, это все люди, с которыми он контактирует. Ну, так, к сожалению, складывается, если мы говорим об одиноких, например, людях. И для него вот даже некоторые наши подопечные пишут стихи медсёстрам, которые к ним приходят, оставляют отзывы. И вот я запомнила такой яркий образ. Одна подопечная говорила, что вы для меня как свет в окне про свою медсестру, что у неё контакт с миром происходит в основном через медсестру и волонтёра, который её посещает, подопечную. А ещё, знаете, медсёстры выполняют достаточно тяжёлую работу. Надо понимать, что она и психологически тяжёлая, потому что они приходят к людям постоянно, которым больно, которые одинокие. Они иногда бывают, ну, они же это высказывают кому? Всё в медсестре, бывает какое-то недовольство, да, бывает особенности характера у людей. А при этом заработные платы у медсёстёр Красного Креста очень небольшие. И, знаете, бывают люди настолько, вот ещё психологически тяжёлый момент, они сродняются как бы со своими подопечными, и им трудно отделить подопечного от своей собственной семьи. И вот я вспоминаю, как это в Берёзовске, Литского района, медсестра у нас всё время, ну, давно работает, Раиса, и вот её подопечная всё время говорила, что, знаете, как-то были вопросы, вот уйти всё-таки, куда-то пойти, чтобы с большей зарплатой. А я всё время подопечная говорила, вот я умру, тогда ты уходи. И вот мне кажется, такие тоже слова, как сказать, обрисовывают, как важна вот служба и деятельность, служба для подопечных наших. Сгодно, и всё-таки это такой вот стремливающий фактор, так, для сопрацовников. Да, есть такой момент. Расскажите, Калиласка, вообще мы в рамках акции Ваша допомога, действия у регионов, будут проходить некие мероприемства, мы это накированы. Я, к сожалению, не могу вам сейчас дать график. Мероприятия будут проводить по всем регионам и по городу Минску. Но когда мы организуем какое-то мероприятие, районная, областная организация обязательно уведомляет о проведении в вашем регионе. Я думаю, что в своём регионе вы об этом узнаете. Но в любом случае всегда можете обратиться к социальным сетям Красного Креста, где мы даём всю информацию. У нас информация есть и в Вайбере, и в Телеграме, и на сайте Белорусского Креста, и на Фейсбуке. Для более оперативной информации всегда можете обратиться в Белорусский Красный Крест. И всё, сразу станет разумело. Скажите, Калиласка, вы все у Снежни будут, як вы отзначили, так масштабные такие дни, даты. Это Международный день инвалида и Международный день волонтёра. Какие есть особливые мероприемства, традиционные, будут проходить? Что касается Международного дня инвалидов, так скажем, праздник, как такой масштабный, мы не организовываем. Мы поздравим тех подопечных, тех людей с инвалидностью, которые находятся у нас на обслуживании, и окажем им необходимую помощь. Что же касается Международного дня волонтёров, мы ежегодно проводим обязательно мероприятия по чествованию наших лучших волонтёров. Уже объявлен конкурс по 12 номинациям. Сейчас идёт сбор заявок, потом комиссия обязательно выберет лучших волонтёров. Лучшие волонтёры будут приглашены на республиканское мероприятие, но мы пока оставим в секрете, что это будет за мероприятие, и как они будут поощренны, волонтёры. Хотим сделать небольшой сюрприз. Судовненько. Вы скажете, добрыни, шмат не бывает. И каждый человек, навык, коль он не мает дочинения до некой организации управленности, до беларускага червонага крыжа, он может свои некие доброчинные памкненни так выказывать и накеровать на допомогу тым, кто мает у гэтым потребам. Я полностью согласна с вашими словами. Для того, чтобы делать добрые дела, не обязательно быть членом либо сотрудником беларускага Красного Креста. Если в этот период вы просто вспомните о своих родителях, вспомните о своих соседях, окажете им необходимую помощь, даже спросите, может, вам нужна эта помощь, скажете где-то доброе слово, какой-то небольшой сюрприз, это уже будет очень большое дело. Это хорошо всегда обращать внимание. Начните со своих близких, я так думаю, да, вспомните о тех, кто рядом с вами. Ну а если вы захотите прийти и поучаствовать в нашей деятельности, мы всегда будем рады вам. Великий вам дякую. Спасибо. Нагадаю, сегодня в программе про малоудел начальник отдела медико-социальной работы беларусского червонного крыжа Светлана Анацка. Для микрофона працавала Алла Иванова. До встречи!